Всем привет! Сегодня готовим торт из кимо. Это очень вкусный торт. Такое впечатление, что в коржах есть шоколад, хотя его там нет. Коржи вкуснее, чем даже в торте Прага. Оставайтесь вместе со мной, будем готовить вместе очень вкусный торт. Ну, прямо очень! Итак, это, наверное, самый быстрый такой торт из кимо, из его вообще вариантов. Начнем с того, что нужно разогреть духовку на 180 градусов. И температура всех продуктов должна быть одинаковой. Либо все из холодильника, либо все комнатной температуры. 4 яйца. Я разделила белки в одну сторону, желтки в другую. Значит, одновременно буду взбивать. Белки буду взбивать большой чаши, а желтки буду взбивать отдельно. Общую норму сахара, стакан, делим пополам. Половину вот сюда вот в желтки, ну, на глазочек. Половину в белок. И продолжаем взбивать. Так, смотрите, какой большой у меня белок. Вот он. Хопа. Упс. Ну, в общем, вот так должно быть и у вас. Ну, не совсем. Не упустите, а то убегут. Значит, очень-очень пышная пена. И желтки должны быть вот такого ванильного цвета. В 2-3 раза они увеличиваются в объеме. До конца сахар не растворяется. Это ок. Просто посмотрите, какой цвет. Вот такая пушистая масса, которая хорошо держит форму. Вот это вот так должно получиться. 100 мл водички. Выливаем в желтки и перемешиваем. Взбивая белок на медленной скорости, на самой минимальной, которая у вас есть. Добавляем сюда желтки с водой. И вот так теперь перемешиваем до полного соединения. На медленной скорости или руками. Теперь в тесто сразу через сито нужно просеять муку, разрыхлитель и какао. До этого заранее я муку не просеиваю. Делаю сразу вот так вот. Я буду использовать темное какао. 2-3 столовые ложки. Должен вкус получиться хорошо шоколадный. Я добавлю 2 ложки вот с такой горкой. 3-3, если вы будете без горки добавлять, тогда 3. Вот так. Смотрите, какой цвет какао, очень темный. Теперь это все просеиваем. Как раз у вас будет так однородно. И если какао не просеять, оно может покомковаться в тесте. Поэтому какао нужно просеивать всегда. Теперь перемешиваем все силиконовой лопаточкой до однородности. Берем форму диаметром 22 см в диаметре. Дно устилаем пергаментом. Отправляем сюда тесто. И уже в разогретую духовку отправляем выпекаться приблизительно 30 минут. Проверяйте деревянной палочкой. Пока выпекается корж, быстренько приготовим крем. Берем 2 яйца. Я буду делать в сковородке с толстым дном. Или вам нужно взять такой сотейник с толстым дном. Размешиваем яйца. В сковородке просто площадь большая. Крем готовится буквально за считанные минуты. Сюда высыпаем полстакана сахара. И полстакана просто обычного сгущенного молока. Сюда же добавляем ванильку. И добавляем муку. Все перемешиваем, замешивая тесто. И теперь берем молоко. Добавляем по чуть-чуть. Перемешиваем. Желательно, чтобы не было комочков. Когда все стало вот таким однородным, отправляем все молоко до конца. Перемешиваем. И включаем плиту. Варим на среднем огне. Можно даже поставить маленький огонь. Как только у меня начинает подкипать, уже хорошо пар начинает идти, тогда я уменьшаю на самый маленький огонь. Беру силиконовую вот такую вот лопаточку или ложку. И уже мешаю ей. И я вам покажу, как я понимаю, что крем готов. Смотрите, все однородное. Теперь ждем, чтобы начало хорошо подогреваться. Так, смотрите, начало все подогреваться. И крем снизу начал схватываться. Вот теперь самое время уменьшить температуру и варить на маленьком огне, пока это все свернется. И получится заварной крем. Он красивого цвета и очень вкусный. Смотрите, крем заварился. Он имеет одну консистенцию. Видите, вот, держит хорошо форму. И когда вот так вот я провожу, смотрите, все сбегает елочкой, и оно до конца не соединяется. Это значит, что крем готов. Сейчас я это все отставлю. Возьму сито. Можно блендером, можно перетереть на сито, чтобы не осталось комочков. Смотрите, я перебью блендером, но по факту этого можно даже не делать, потому что все будем взбивать потом миксером вместе с маслом. Крем должен полностью остыть и быть холодным. Сливочное масло я вытащила заранее из холодильника. Оно должно стать мягким. И мы будем взбивать сливочное масло вместе с кремом. Наш бисквитный корж готов. Оставляем его в кухне на столе остыть хорошенько, чтобы он прям был вот холодный. Берем теплое молочко. Отправляем сюда столовую или полторы столовой ложки сахарной пудры. Перемешиваем, чтобы сахарная пудра растворилась. Чтобы она была такой слегка сладенькая. Этим мы будем пропитывать коржи. Корж остыл. Теперь ножом проходимся по краю формы. Так, аккуратненько. Открываем формочку. Снимаем. Смотрите, какой у меня получился бисквит. Теперь пергамент не убираем. Просто разрезаем корж напополам. Смотрите, какая красота. И он реально влажный. Так, смотрите, вот так. Но не лейте слишком много. И еще, если вы не любитель влажных тортов, вы попробуйте сначала эти коржи. Они настолько влажные, что, возможно, кому-то даже и не захочется пропитывать. Так, и верхушечку тоже. Теперь берем мягкое сливочное масло. И начинаем его взбивать. Теперь отправляем сюда по ложечке крем. Итак, будем собирать торт. Я отправляю на доску кусок пергаментной бумаги. Потом выкладываю корж. Я выкладываю корж, который я срезала первый. Вот видите, это верхушка была. Я буду им отправлять вниз. Хочу, чтобы у меня верх был такой плоский-плоский, вот этот. Но можно делать в любом порядке. Теперь можно поступить двумя способами. Либо вернуть сюда вот это кольцо. Но тогда вокруг нужно поставить пергаментную бумагу повыше, где-то сантиметра на два. Либо я буду делать вот таким вот кондитерским кольцом. Но можно просто обычным пергаментом. Тут сама идея, просто чтобы было немножко бортика больше. И все. Можно делать просто пергаментом. Но я вот вспомнила, что у меня имеется кольцо. Все, теперь сюда отправляем приготовленный крем. Он очень воздушный. Так, я еще знаю, что вниз перед кремом некоторые закладывают бананы порезанные. Я не пробовала, потому что бананы могут темнеть. Бывает у них такая штука. Но знаю, что делают, поэтому попробуйте. А может быть кто-то делает прям с бананами. Так, вот так. А это все можно облизать и съесть, потому что очень уж вкусно. Не снимая пергамента, отправляем сюда корж. Так, смотрите. Вот так вот уложили корж. Расправили. И в таком состоянии, не снимая пергамента, я отправляю в холодильник на 2-3 часа. Лучше на ночь. Тогда все пропитается, схватится. И только потом буду снимать пергамент. И все это дело замазывать помадкой или ганышом. Что вы любите. Ну, с чем вы делаете. Но я делаю с помадкой. Мне кажется, такой вкус немножко присутствует. Горечи какао в сочетании со сладким кремом и вкусными шоколадами. Коржами самое одно. Ну все, теперь буду прыгать вокруг холодильника, когда же оно настоится. Ну все. У меня тортик постоял всю ночь в холодильнике. Значит, смотрите. Теперь я сниму пергамент. И вот здесь у меня корж под пергаментом. Он влажный. Если вы сняли пергамент или пекли, например, на формочке без пергамента, то вы можете затянуть все это делать пищевой пленкой. Тогда у вас тоже хорошо получится. Теперь берем острый нож и проходимся по краю формы. Если вы перекладывали все пергаментной бумагой, тогда просто аккуратно открывайте формочку и снимайте пергамент. Все. Теперь вот такая красота у нас получается. Выглядит очень аппетитно, я вам скажу. Отодвигаем в сторону и сварим помадку. Можно сделать два вида такой шоколадной заливки. Первый. Это сделать ганаш. Но он у вас никогда не потрескается. Он будет хорошо так держать форму. Все будет красиво. Но он очень сладкий. И торт у нас сладкий. И вот мне кажется, нет вот этой игры вкусов. Я буду делать из какао. Значит, бабушка у меня делала на молоке. Какао с молоком варила такую помадку. Но в такой помадке есть один минус. Помадка через 6 часов, как минимум, она потрескается. Это такая вот штука. Поэтому я делаю помадку на сметане. Прямо вот со сметаной буду делать. Вы можете выбрать один из трех вариантов. И еще лучше, когда вот перед приходом гостей уже отстоявшийся вот такой тортик покрыть шоколадной глазурью. Тогда она у вас будет просто блестящая. Не застывшая матовая, а блестящая. Ну, это такой момент, кому как нравится. Кто-то любит, чтобы вчера, с вчерашнего дня все было залито и стояла в холодильнике и ждала своего часа. А мне Дима говорит, Оля, хочу, чтобы вот оно вот я режу, а шоколад прям вот тянулся. Ну, вернее, помадка. Все. Варим на какао. В какао есть вот этот, такая горечь небольшая. И это такая игра вкуса. Ну, может быть, у меня такая ассоциация с детства. Поэтому я делаю именно так. Для помадки я беру 3 столовые ложки с горкой какао. Сюда высыпаю сахар, добавляю кусочек сливочного масла и сюда же сметану. У меня 20% чем жирнее сметана, тем лучше. Теперь ставим на огонь. Все это дело размешиваем. Сейчас сахар начнет растаивать, масло тоже. И будет у нас готова хорошая, красивая, вкусная помадка. Смотрите, помадка стала уже однородной. Еще кусочек масла у меня здесь не дорастал. Я ставлю чуть-чуть сейчас больше температуру и жду, чтобы чуть-чуть начало как бы булькать с поднизу. Слишком кипеть не должно, но я вот сейчас уже так, знаете, начинает порувать. Поэтому первые пару бульбашек я увижу и отставлю. Теперь помадку нужно остудить. Либо наберите в раковину воды, поставьте туда сотейник и быстренько-быстренько мешайте. Либо перелите в какую-то другую емкость, поставьте на подоконник, чтобы все быстро остыло. Оно должно быть теплое. Остывшую глазурь наносим на торт. Так, смотрите, все затянули глазурью. Теперь я подожду хотя бы минут 5. Она сейчас немного схватится на самом торте и тогда перенесу торт на подставочку, на которую буду подавать. Так, ну что, режем. У нас все ждут торт. Так. Оба. Вот такая красота. Вы посмотрите на это. Уже хочется. Смотрите, насколько торт мягкий. Посмотрите, как он ломается. Посмотрите. Ну что? Крем бесподобный. Шоколадные коржи такие влажноватые. Такое впечатление, что в самих коржах много шоколада. И вот эта вот помадка сверху, которая еще не застыла, делает этот торт каким-то божественным. Очень вкусно. Очень. Прям вот тянется еще рука. Поэтому вы не смотрите, что он вроде бы как высокий. Хватит ненамного. Прячьте. Обязательно приготовьте. Жду ваши комменты и отзывы. И обязательно кто-нибудь, да приготовьте с бананами внизу крема. Думаю, что тоже вкусно. Потому что я как-то птичье молоко свое делала с бананами внутри. И они не потемнели. Поэтому думаю, что и здесь можно попробовать. Все. И еще хочу сказать. Можно попробовать, ну чисто так, теоретически я сейчас подумала, что можно сварить полторы нормы такой помадки. И тогда ее будет прослойка больше. Но тут уже кому как нравится соотношение коржей и кремов. Как по мне, все хорошо. Настя, будешь торт? Да? Мама даст ей прослойки. Бегом, конечно, бегом. Можно тортик? Мама, тортик. Подожди, не пальчиком. Давай вот эту вот серединку тебе можно. Серединку. Вкусно? Точно. Давай еще. В общем, все. Мы пошли пить торт. Скажи всем пока. Пить торт. Пить торт. Пить чай с тортом. Скажи пока. Пока. Мы только проснулись. Пока. Пока. Не хочу тортик. Не хочу тортик.